На страницах TeachInfinity нам нужно взаимодействовать с объектами трех основных типов текст, геометрические фигуры и изображения, а также добавлять рукописные примечания. Мы научились работать с рукописными примечаниями в видеоуроке, посвященном инструментам группы Перо. Теперь остановимся подробнее на том, как добавлять объекты на слайд, а именно геометрические фигуры и изображения. Для того, чтобы добавить на слайд геометрическую фигуру, выберите инструмент «Форма». Нажмите дважды, чтобы выбрать тип фигуры, например, круг или эллипс. Далее выберите цвет границы и цвет заполнения. Растяните фигуру на рабочей области. Добавим еще один объект. Для перемещения объекта выберите инструмент «Указатель». Для вращения объекта используйте маркер в верхнем углу. Вы также можете вращать объект и изменять его размер за зеленый маркер. Обратите внимание, что при создании один объект располагается выше другого. Этот порядок можно менять, если получить доступ к дополнительному меню объекта. Для этого нажмите по объекту правой кнопки мыши. Вы увидите здесь пункт «Порядок». Переместить вверх и переместить вниз перемещает ровно на один слой вверх или вниз. Вы также можете переместить на передний план или на задний план. Меню объекта изменяется в зависимости от того, какой объект выбран. В частности, если мы работаем с прямоугольником, то мы можем вписать и описать вокруг него окружность, а также изменить количество углов. Общими свойствами у всех объектов являются изменение порядка, а также возможность заблокировать объект. Если вы блокируете объект, то он защищен от случайного перемещения на слайде. Мы рекомендуем блокировать все те объекты, которые должны остаться неподвижны во время выполнения того или иного задания. А объекты, участвующие в интерактивном упражнении и необходимые для перемещения, оставить незаблокированными. Еще одна полезная функция при работе с объектами – это множественное клонирование. При выборе этой опции при перетаскивании каждый раз будет создаваться новая копия объекта. Данный прием удобно использовать для создания различного рода интерактивных упражнений. Теперь научимся создавать текст. Для создания текста перейдите в меню «Вставить». Выберите инструмент «Текст». В появившемся текстовом поле введите текстовое сообщение. Теперь вы можете изменять размер текста и перетаскивать его на слайде. Если вы захотите изменить цвет текста, необходимо его выделить, нажав на кнопку «Палитра» и выбрать необходимый цвет текста. Также вы можете менять выравнивание, начертание и гарнитуру шрифта. Для добавления собственных изображений используется меню ресурсов. Чтобы добавить новое изображение, нажмите на значок «Плюс». Выберите объект, который хотите добавить. Нажмите на кнопку «Открыть». После этого произойдет загрузка изображения в вашу коллекцию ресурсов. Для того, чтобы добавить изображение на слайд, просто нажмите на него. Вы можете добавить несколько изображений за раз. Подведем итог. Для добавления текста на слайд необходимо выбрать меню «Вставить текст» и ввести текстовое сообщение. Чтобы ставить собственное изображение, загрузите его в ресурсы, а потом добавьте. Для добавления фигуры на слайд используйте инструмент «Форма». Выберите цвет границы и цвет заливки. Растяните фигуру на рабочей области. Все объекты располагаются слоями друг на друга по времени их создания. Нажав правой кнопкой мыши, вы получаете доступ к дополнительному меню объекта, который меняется в зависимости от того, какой объект выделен. У всех объектов есть общие свойства. Наиболее важные из них – это изменение порядка, множественное клонирование и блокировка. Напоминаем вам, что необходимо блокировать все объекты, которые должны оставаться неподвижными во время выполнения задания. Используя эти несложные приемы, попробуйте создать интерактивные упражнения для своего урока. Желаем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...